Саша, здравствуй. Мы рады тебе приветствовать в Берлине. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Спасибо, что пригласили. Значит, вот когда мы объявили... Во-первых, я должен сказать, что завтра в Берлине состоится твоя лекция, на которую мы никого не приглашаем, потому что все билеты проданы. Называется она... Скажешь? Называется «Фактическое мышление лечения Кавказ». Она называется не так провокативно, как я назвал сегодня нашу с тобой встречу, а я ее назвал «Почему мы неправильными мыслями». И когда я это сделал, ко мне тут же в комментарии пришли люди, которые стали говорить, что это такое, правильное мышление, это тоталитарное сознание, что вы себе позволяете. И я, честно говоря, даже немножко сначала растерялся, почему, собственно, люди воспринимают это так. И я подумал, что, наверное, они решили, что правильное мышление диктует правильные мысли. Понимаешь? Они правильный способ мышления. И я думаю, что это из-за меня произошло, не из-за тебя. Что из-за того, что мы так провокативно назвали лекцию, и пропокация задалась, как торшалость, люди неправильно поняли, о чем будет идти речь. Ты можешь, я не хочу, чтобы ты повторял завтрашнюю лекцию, зачем, но немножечко поясни, что такое критическое мышление, что значит мыслить правильными, и правильно ли я назвал организаторные программы. Нет, ну да, нет, я понимаю, почему кому-то такая померка можно сказать, потому что всех задолбало то, что там делали, как нужно думать, и за определенные мысли преступления людей могут наказать обращение законов оскорблении общества верующих. То есть за то, что ты высказываешь какую-то точку зрения, ты можешь вообще сесть по уголовной статье. Ну и мы знаем вообще, какие есть темы, про которые вообще не нужно ничего говорить, иначе, ну, ничего честно не договориться, иначе у тебя будут серьезные последствия из-за этого. Вот, а грехи-рехи проекта. Речь про то, что когда мы познаем, опять же, объективную реальность, когда мы занимаемся научным курсом, когда мы пытаемся понять, как мир устроен, то мы иногда совершаем определенного рода ошибки. Причем некоторые из этих ошибок, они настолько однотипны, настолько повторяются из раза в раз, все люди повторяют, повторяют, повторяют уже, там, из макон веков. А вот ошибки в каком смысле? Ну, ошибки в таком смысле, что, например, человек считает, что достаточно, например, там, потому что есть какой-нибудь один человек, который съел мухомор, у него прошел рак, для того, чтобы думать, что мухомор лечит рак. Ну, у него же есть свой опыт такой вот. И тот, кто, возможно, был там ложный диагноз, или то, что, возможно, рак прошел по каким-то совсем другим причинам. Или все эти альтернативные объяснения, они, как бы, даже не рассматривают. Собственно, научный подход, потому что мы рассматриваем много структур разных гипотез, а потом пытаемся из них выбрать ту, которая является более какого-то подобной. Причем мы делаем это не просто каким-то произвольным образом. Вот, допустим, мы с тобой имеем две разные точки зрения. Если это философский спор, то мы можем использовать объяснение, остаться при своем. Если это научный спор, то мы в какой-то момент, как принято с переводителем, коллайдером. То есть мы договариваемся о некоторой проверке, в ходе которой природа реально с нас к столбой рассудит. Если права твоя гипотеза, то твое предсказание, по сравнению твоей гипотезы подтвердится. Если права моей гипотезы, то, по сравнению моей гипотезы подтвердится. Может быть, мы оба неправы, и получится результат, который бы я нигде не ожидал. Когда мы оба неправы, будем науку развивать в другом направлении. Вот. Ну, этот научный метод при этом очень часто. Игнорируется. Люди повторяют способы аргументации, которые уже давным-давно призвают несостоятельными. Ну, например, самая простая, апелляция к традиции. Это хорошо только потому, что так делали наши предки. Считаю, что так хорошо. Вот очень интересно в такой ситуации спросить. А если бы мы выяснили, что наши далекие предки были каннибалами, как бы они были экстрированы, то что? То мы будем каннибалами? Ну, то есть, часто эти ошибки, они еще удивительны тем, что они очень легко, в принципе, заплачаются. И отдельный вопрос, почему они продолжают их повторять, почему они продолжают на них настаивать. И, собственно, вот правильность мышления, это не бывает правильного, тем более мышления на самом деле, а бывает менее неправильное. Тем не менее, ты только что в этом монологе сказал, например, следующее, что философы могут спорить до посинения. Правильно ли я тебя понял, что ты считаешь мышление философов неправильным? Не обязательно. Или философию не наукой? Ну, философию наукой я не считаю, но это не значит, что философы мыслить неправильно. Ну, по крайней мере, я бы не делал такое вообще не на всех философов. Ну, мы все эти мыслим иногда неправильно в этом плане, что они мысляют как-то более неправильно, чем кто-либо еще. Я имел в виду именно, скорее, предмет обсуждения. Допустим, есть раздел философии, такая как этика. Да, этика очень далека от объективной реальности, она субъективна. Кто-то считает, что можно есть детей, кто-то считает, что нельзя есть детей. В каком-то времени принято есть детей, мы будем есть детей. Да, и здесь коллайдово не пойдешь. Вот и все. Где есть критический эксперимент, который можно поставить? Мы просто... Кто-то чувствует, что нельзя есть детей, не прикидем в строительство, кто-то говорит, что это традиция. Значит, можно. Я утриваю, естественно, но таких вопросов можно придумать достаточно много. Поэтому... Это... Потому что есть такие темы, эстетика тоже, к примеру. Можно сколько угодно спорить о вкусах. Спор, да. Самое интересное. Мне нравится Маша, тебе нравится Алина. Ну, условно. И все. И как бы... Как мы здесь к коллайдеру пойдем, да? То есть... Как бы мы с тобой не спорили, наше представление будет происходить не измениться. Окей. И тем не менее, в анонсе к лекции завтрашней у тебя написано, там есть цитата из тебя. И в этой цитате сказано следующее, что если бы мне дали полтора часа в каждом учебном заведении мира, я бы с удовольствием прочитал эту лекцию. Почему ты считаешь так важно, чтобы все люди... Я так понимаю, чтобы все люди умели мыслить правильно, рационально. Я так понимаю, это так же важно для тебя. Я с этим согласен. Это так же важно для тебя, как когда-то было важно сделать грамотность всеобщую, чтобы все люди мира могли, умели читать. Это было очень важно для образования, просвещения и так далее. Сейчас, я так понимаю, что ты говоришь, что нужно сделать всеобщим, всеобщедоступным рациональное мышление. Почему? Очень просто. Я хотел... Ну, в общем, потому что я бы хотел жить, сам хотел бы жить в таком мире, где люди мыслить рационально. Почему я хотел бы жить в таком мире? Потому что, грубо говоря, это будет очень странная абстракция, да, но можно себе представить, что вот есть люди, которые производят что-то, что реально работает. Есть реально работающие там ракеты, реально работающие лекарства, реально работающие вакцины, есть люди, которые делают что-то полезное, что-то хорошее. С другой стороны, есть люди, которые вешают лапшу на уши. Ну, есть, просто откровенные мошенники, есть люди, которые торгуют неработающими лекарствами, неработающими... Есть искренне заблуждающие. Есть искренне заблуждающие, хотя с точки зрения потребителей разницы особо нет. Искренне заблуждается человек или является мошенником. Вот. И если мы живем в мире, где рациональное мышление является уделом 5%, то тогда преимущество в этом мире имеют люди, которые торгуют воздухом. У них такое адаптивное преимущество, потому что они могут сфокусировать всю свою карьеру не на том, чтобы делать то, что работает, а на том, чтобы создавать имитацию того, что что-то работает. И в итоге мы получаем цивилизацию профанацией. Если же мы создаем общество, в котором подавляющее большинство людей задумываются о том, насколько хорошо обоснованы эффективность какого-нибудь лекарства. И могут оценить аргументы, которые приводятся в пользу того, что какое-то лекарство работает. Да, нет. Моей бабушке помогло, да, его не удовлетворяет. Вот. И тогда мы оказываемся в мире, где тяжело быть профанатором. И тебя быстро выйдут на чистую воду, где в какого-то момента, после того, как тебя выйдут на чистую воду, тебе никто руку не пожмет, твою продукцию никто не купит, и ты, соответственно, отправляешься на свалку истории. Ну, или переквалифицируешься во что-то адекватное, что, конечно, является более гуманным и желаемым результатом, да, типа, даешь переквалификацию астрологов, не знаю, психологов, вот, еще во что-нибудь, ну, в какую-то легитимную профессию. Вот. И, ну, понятно, что, если придет ко мне человек и скажет, а я хочу жить в мире профанаций, ну, это его право, то есть, вот это как раз будет, это будет спор, не знаю, этический, философский, этический, да. Но если человек говорит, что нет, я хочу жить в мире, где действительно, ну, что-то работает, что-то эффективно, что-то полезно и так далее, тогда, я не понимаю, почему не согласиться с тем, что хорошо распространять рассматривающее педагогическое мышление. у меня на эту тему следующий вопрос. Вот человек должен каким-то образом принять, что что-то работает, да, он должен это оценить. Он это возьмет откуда? Ему об этом скажет кто? То есть, все равно есть некий авторитет, которому он должен довериться. Чем это отличается от авторитета, который рассказал мне, что на тучке сидит дедушка, который создал мир за семь дней, а теперь следит за мной, чтобы я, значит, рукоблудеем не занимался. Этим вполне авторитетные люди тоже мне это рассказывали. Там, не знаю, Исаак Ньютон, например, был глубоко верующим человеком. Еретиком. Еретиком, да, да. Ну, хорошо. Но верующим. Верующим. Но все равно, это важно. То есть, нет ли ощущения, что мы просто одни авторитеты заменяем на другие. То есть, те авторитеты рассказывали нам про Бога и про Богов, да, а эти авторитеты рассказывают нам про лекарства, которые работают, и науку, и мы идем к коллайдеру. Ну, для меня разница, она очевидна, она разница... Ну, потому что ты, извини, ученый, ты в данном случае авторитетный. А ты мне недавно договорил? Извини. Да, а почему очевидно? Потому что у этих двух типов авторитетов, условно, будет совершенно два разных ответа на вопрос, а откуда вы это знаете? Человек, который расскажет про дядьку, он скажет что-то. Ну, это в священной книжке написано, мало ли, что в книжке написано, там, это какая-то традиция, которую там предки пересказали, это свидетели какие-то видели, которым голоса в голове что-то нашептали. Ну, вот в таком духе. И если мы такие аргументы принимаем, тогда, если к нам завалится сюда какой-нибудь человек, который скажет, что его похищали инопланетяне, то мы должны поверить в инопланетян. Опять же, если человек готов поверить каждому встречному в любое небылицо, то, конечно, это его право. Но, если он говорит, что вот этому инопланетянам, похищенному инопланетянам «я не верю», а вот этому рассказу про человека, который на небе сидит и голоса в голову посылает людям «я верю», тогда я вам поздравлю с тем, что у него такие двойные стандарты мышления. А в случае же с наукой, ну, во-первых, даже если вы трижды нобелевский уряд, два же нобелевский уряд, трижды не было еще, по-моему, таких людей, даже если два же нобелевский уряд, то от того, что скажешь, вообще-то никто это всерьез не воспримет. Лайонус Поллин два же нобелевский уряд говорил лечить рак, витамин, ки-с, институт имени Лайонуса Поллинга потом писал заявление о том, что, типа, не работает так. Вот. Это первое. И второе, это да, вам, хороший специалист, он должен рассказать, как было добыто это знание, и при этом это должен быть рассказ, которому достаточно сложно прикопаться. То есть, ну, например, да, откуда мы знаем, что именно молекула ДНК отвечает за передачу ответственной информации? Ведь в клетке есть много других молекул, есть там полисахариды, есть белки, есть там молекулы РНК. Вот. Это священное откровение нам снизошло, это какой-то авторитетный ученый сказал, нет, есть в ровно написанный эксперимент, в которых по одному типу молекулы устраняли и смотрели, будет передача наследственной информации от погибших бактерий, например, к живым бактериям в виде, там, ну, мер патогенности. Вот. Или не будет. И оказалось, что уберешь белки, не передается, уберешь РНК, передается, уберешь полисахариды, передается, уберешь ДНК, опа, больше не передается. Можно ли к этому прикопаться? Ну, в принципе, национально можно прикопаться, и на самом деле прикапываясь и дальше делали другие-другие-другие исследования, уточнявшие, показывающие, да, точно именно так. Вот. И, собственно, вот на этом строится ноука, что мы адекватно реагируем на критику, да, нам говорят, что что-то ваше доказательство не очень убедительное. Ученые скажут, окей, да, есть замечание, давайте проведем дополнительные исследования, вот провели, смотрите, получается, как мы и предсказали. Как ведет себя сторонник, там, не знаю, условно, астрологии, когда ему говорят, что где ваши доказательства, он говорит, типа, мой опыт, моя практика, довольный клиент. Опыт тысячелетия. Да, и дальше он повторяет, он повторяет, и дальше он просто повторяет документы, которые мы уже знаем, что ими можно обосновать все, что угодно. Довольные клиенты есть любого шарватана. Вон там, Гробовой говорил, что он мертвых людей воскрешает, были люди довольные его услугами, хотя он никого не воскресил. И все-таки, прости, пожалуйста, с точки зрения внешнего наблюдателя, который не занимается наукой, который не имеет возможности сходить к коллайдеру, войти в лабораторию, провести с тобой или хотя бы поприсутствовать рядом при проведении этих экспериментов. С точки зрения внешнего наблюдателя происходит одно и то же. Он в книжке прочитал, что Бог на четвертый день создал небо и землю, и ему предлагается в это поверить. А в соседней книжке он прочитал, что информация передается, генетическая информация передается ДНК. Ему предлагается поверить в это. Я не согласен. В чем разница? Вот смотри, две книжки на пол. Каждый из нас, даже если человек является ученым, он вполне может почувствовать себя обывателем в какой-нибудь научной специальности, в которой он специалистом не является. Словно говоря, я не являюсь специалистом в области физики. Но когда мне предъявляют, например, реального физика и физико-альтернативщика, то лечить их, не будучи физиком, часто бывает очень легко. Потому что физик тебе может показать эксперимент, который ты можешь посмотреть, и там получается ровно то, что предсказано в теории. Альтернативщик будет тебе втирать какую-то дичь и сетовать на то, что настоящие ученые его просто прижимают и не дают ему нулюстскую премию, которую он заслужил. Но вот эти, они совсем по-разному себя ведут. Кто-то пытается простым языком донести некую сложную область, и при этом которая работает на основе, которая есть в той же физике. На основе физики делаются еще правильные приборы, которые работают. Другой сложным простым языком говорит, ты помолись и вылечишься. Только это не работает. Ну, почему? Кого-то работает. Ну, ладно, я понимаю, на самом деле, я такая же иностранная, у меня научная картина мира, но может быть другая картина мира у людей, и я вполне это все равно уважаю. Я знаю, что ты не уважаешь, я знаю, что да, что ты называешь себя атеистом, знаю, что прошел путь через агностицизм, вот, и совершенно прекрасно это объясняешь. Вот, объясни, пожалуйста, для наших слушателей разницу между агностицизмом и атеистом, и почему ты все-таки атеист, хотя ожидается от человека научного склада ума, что он скорее будет агностиком. Ну, тут тоже есть терминологическая всякая путаница, потому что вообще вообще, агностицизм это идея, про то, что вообще ничто, принципиально непознаваемо, потому что агова вещь в себе. Я имею в виду только по отношению к религии. Если мы говорим именно по отношению к религии, то агностицизм это позиция в духе того, что мы не знаем, есть Бог или нет, типа, может быть, никогда не узнаем, вот, и поэтому вот как-то я склоняюсь от этого спора. Атеист говорит, что в Бога он не верит, эта формулировка, мне кажется, наиболее правильной. Ну, не верит, что Бог есть, да. И вообще кажется, почему, я прошу вообще за агностицизм, потому что, ну, так кажется, типа, на первый взгляд, что это наиболее такая интеллектуальная, честная позиция. Почему? Ну, потому что, действительно же, нет доказательств того, что Бог есть, но и нет доказательств того, что его нет. Может ли Бог существовать? Ну, в принципе, может. Вот. А дальше возникает проблема, потому что, тогда я должен быть агностиком и по отношению к очень разным вещам. к снежному человеку, чупакабре, феям, к маленькому фарфоровому чайнику, который летает по обиде между мальчиком и землей. Почему нет? А почему нет? можно. Ну, то есть, это, лично для меня, это приводит к какой-то очень странной ситуации, что, типа, меня спрашивают, хорошо, а есть ли у меня трансцендентальный червь в голове, который поедает мои нервные клетки? Ну, очень странная фраза, но, я не делал себе анализа, не скрывал свою черепную коробку. Вот. То есть, может есть, может да, может нет. Притворяться, будто бы эти позиции равнозначные, позиции, что там этот червь есть, кто-то придумал, что его там нет, это странно, они неравнозначные и более того, это совершенно нормально, в том числе и в науке. Вообще, наука, она не претендует, почти никогда не претендует на какую-то абсолютную стопроцентную истину. Можно усомниться, в чем угодно, можно и по малюку ДНК сказать, что, знаете ли, конечно, у нас миллиарды, не миллиарды, но сотни тысяч научных исследований подтверждают, что ДНК существует через передачу средств информации, но может быть, существует вероятность одна на сто триллионов в триллионной степени, что все эти опыты так случайно получилось, что в них получился этот нужный результат. И поэтому, на самом деле, мы точно не знаем ничего про ДНК, и поэтому, на самом деле, вся биология может быть в лженауках. Вот. И тогда тоже можно прийти к такому, типа, мы ничего не знаем, фиг его знает, это на самом деле не устроено. Может быть, существует голограмма, которая делает вид, будто бы ДНК существует, хотя на самом деле ДНК это просто иллюзия, которая возникает из-за свойств этой голограммы. И мы так не живем. Вот. Поэтому для меня очень понятная простая позиция, что я к любым недоказанным сущностям, любым сомнительным сущностям отношусь с одинаковой предвзятостью. Вот. Бог для меня, он так же не существует, как барабашка, которая приходит ровно в помощь и ворует у меня носки. Вот. А кто это делает? Ну, попадают в носки, факт научный. Потому что... Вот. Я вот, например, вот пока по ТОРу ездил, у меня осталась одна пара, пришлось, не знаю, куда делись, пришлось вчера ходить в магазин ночью покупать носки. Ну, может быть, это шпионы какие-то. Вот. А. Последний вопрос в этой тени. Дед Мороз есть? О. Я когда был маленький, я столкнулся с чудом спонтанного подаркогенеза. Да? Подаркогенеза? Да. Да. Ну, смотрите, дело было так. Да? на основе этого, если что, можно писать просто священное писание. Вот. Потому что я был свидетелем чуда. Я был в Америке, когда маленький был, я жил некоторое время в Америке пару лет. Мы с родителями сидели дома, поехали, у нас было что-то типа елки или что-то в таком духе. Ну, короче, место, где должны были появиться подарки. А я очень хотел подарки. Я проверил, подарков нет. Мы выходим из квартиры, квартира запирается на ключ, мы едем к друзьям, родители там, не знаю, пьянствуют, еще что-то. Я там играю в игры с местными детьми. Ну, короче, вот. Потом мы приезжаем обратно, открываем дверь, я сразу бегу под эту, там, не, не помню, елка, не елка, короче, вот туда, где подарки, и они там лежат. Все. Ну, то есть, родители вообще не помнят этот инцидент. А я видел своими глазами. Подарков не было, вот они есть. А родители были, как бы, ну, уверовал. А родители, вот они, ну, как бы, я сниму, я за ними следил все это время. Вот. Поэтому, конечно, Дед Мороз существует. Слава Богу. Что-то святое есть все-таки. У нас есть что-то святое. Да. Научно доказал. Научно доказал. Но, опять же, ты мне предлагаешь тебе поверить. Для меня авторитет, конечно. Хорошо. Я хочу вспомнить одно видео на твоем канале, которое мне ужасно понравилось. И я всем его рекомендую. Это та история, где ты расставляешь рейтингов лжанок. Это, это при том, что ты, в общем, там спокойно сидишь, рассуждаешь и вообще не шутишь. Но почему-то это так смешно. Потому что там все есть. И гомеопатия, и религия, и то, о чем я слышал первый раз. Какой-то биохакинг. Я вообще про это никогда не слышал. Вот. У меня там даже по ходу дела мне хотелось бы поспорить. что я что-то поставил бы в другое место, что там саентология более опасна, чем... В этом смысле, да. Да, да, да. Это ужасно весело. Философии там не было, кстати. Не было. Не было. То есть, все-таки философия наука. Нет, не все, что не наука, уже наука. Искусство там тоже не было. Искусство – это наука. Нет. Нет, ни в коем случае. Искусство там уже не было. Хорошо. Я хочу вспомнить в связи с этим про твою деятельность. Тебе много всяких деятельностей. Ты пишешь книги, популяризирующие науку, пишешь художественные книги, все это замечательно делаешь. Я хочу вспомнить про два твоих проекта. Первый – это премия имени Гудини. Ну да, по очереди. Расскажи про нее. Тем, кто не знает. О чем видео самое популярное на канале? Все, обсудили? Видим уже науке. Ну, ты хочешь что-нибудь по этому поводу? Я вам просто рекомендую. А, оно мне очень нравится, потому что оно там можно и полемизировать. Там есть вещи, которые я бы лично поставил в другое место. Я сейчас подумал, что может быть нужно сделать, знаете, оно было еще только новогоднее, что может быть нужно с некоторой регулярности сделать такие... Обновления. Нет, нет, это все, это залит фундамент. Все, палата мировесов. Это теперь таблица Пальчина. Ну, как таблица Менделеева, да. Нет, ну, есть другие вопросы. как сделать такую, что-то там, не знаю, с БАДами, или, то есть, в более узких каких-то вопросах, например. Да, вот гомеопатия, по-моему, слишком низко стоит, но очень опасная вещь. Или, конкретно, или там, самые безумные мракобесы, ну, то есть, там, есть там, где, пиорину, да, то есть, кто опасный. Тот, кто говорит пиорину, или тот, кто говорит раком, рак соды лечи. Вот. Ну, вот, в таком духе. Премия Будини. Мы долгое время предлагали миллионы рублей любому, куда кажутся, обладают паранормальными способностями в условиях каких-то поставленных эксперимента. Любыми паранормальными способностями? Или там была речь про экстрасенсов? Ну, там речь, там не было четко прописано. То есть, телекинез был прокатен? Там не было четко, телекинез прокатил, конечно, да. Ну, то есть, в целом, это то, что мы считаем невозможным в рамках современных представителей, представлений о физиологии человека, вот, и физики, и так далее. Вот, понятно, что там приходило очень много заявок. Мы с каждым заявителем индивидуально подбирали ему эксперимент, обсуждали, а что он может. У нас там был некий критерий отбора, например, ну, понятно, что желающих вообще-то довольно много, а чтобы быть претендентом, нужно удовлетворять хотя бы одному из трех условий. одно возможное условие это найти хотя бы одного ученого со степенью, пусть и самого странного, маргинального, но ученого со степенью, и убедить его, чтобы он с тебя поручился. Вот, это первое. Теперь теологи есть, это же совсем просто. Нет, я не вижу, это минимальная планка, но если даже теолога не можешь убедить, то зачем нам тебя проверять. Вот, второе, это предоставить нам просто видео-демонстрацию, и третье, это предоставить нам упоминание тебя в роли экстрасенсов в каком-нибудь крупном СМИ. Вот, то есть просто, если ты участник битвы экстрасенсов, то теологов можно не спрашивать, просто приходил. И у нас были, кстати, некоторые люди с битвы экстрасенсов, и ничего у них не получилось. Спойлер, ни у кого ничего не получилось. Миллион остался с вами. Мы там потом даже в какой-то момент три миллиона предлагали, у нас был спец... Откуда у вас такие деньги? Или вы были так уверены в неуспехе? Ну, во-первых, такие большие деньги, а во-вторых, ну, особенно для экстрасенсов, я бы. Электросенсов. Вот. Знают, где взять. Знают, где взять, да. Во-вторых, ну, вот у нас, типа, миллион, это был гарант, один из основателей собственной премии, но он бизнесмен, у него есть деньги. Вот. Ну, я думаю, все еще есть деньги. Вот. А в последний раз у нас просто была коллаборация с одним телеканалом, который хотел все это еще снять и сделать про это выпуск. От этого? Нет. 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 Вот. И они еще, да, накинули еще 2 миллиона от себя. Класс. На последнюю проверку, да. Ну, там тоже кто не прошел. Почетный академик в РАЛ. Очень, очень люблю этот проект. Вот. Расскажи про него. На самом деле для меня это такая не самая однозначная история. Я тоже вот там участвую в жюри и так далее. Есть вполне легитимный такой вопрос, насколько, где грань между критикой идеи и переходом на личности. И, конечно, критиковать идеи правильно, а критиковать личности не очень правильно. Но тут такой момент, что, в общем-то, все люди, которые претендуют на академика в РАЛ, они неотделимы от своих идей. Да, то есть, ну... Ну, Михалков. Без них не было бы, собственно, того явления, которое нас пугает. Да, там приходит, условно говоря, Канчервонский, который антивакцинатор. А это, ну, просто самый главный антивакцинатор, ну, один из самых главных антивакцинаторов на постсоветском пространстве. Вот. То есть, вот, когда неотделимы, тогда, ну, имеет смысл как-то... Это еще второй есть нюанс, да, что этот человек медийный и пользуется этой медийностью, и пользуется своим авторитетом для того, чтобы людей на темную сторону как бы переманивать. Вот. И в этом случае кажется, что, да, допустимый такой прием использовать, хотя лично я бы прочитаю разбирать идеи о не людей. Ну, окей, но все-таки есть ли... Я дожму, прости. Все-таки есть личности, на которые не грех перейти. Просто Михалков там получал у нас премию или был один из претендентов, я уже не помню, за, соответственно, чипирование вот это вот, за 5G. Он большой у него вклад, да, в состоянии фейков по пандемии. Да, его бы надо. Я не помню, получил он или нет. Но, по крайней мере, был одним из номинантов, это точно совершенно, я помню очень хорошо, как бы так ему и надо. Почему не бороться с такими именно авторитетными мракобесами именно в рамках распространения рационального и рационального мышления, в рамках борьбы с лженауками? Ведь все равно через, так сказать, селебрити лучше заходит. Я могу повести аргументы за, могу повести аргументы против. Исходя из того, что я в этом участвую, можно догадаться, что я в целом допускаю, что аргументы за перевешивают. Но просто я оставляю для себя тоже пространство для таких самокритиков, что ли. Аргументы за, безусловно, в том, что да, это такой способ медийно повлиять на большое количество людей, потому что есть знаменитый мракобес, тут ему присуждают какую-то антипремию, и это сразу становится частью общественной дискуссии. У нас, кстати, был один очень показательный кейс, для меня очень важный, это когда признали академиком такого Олега Эпштейна, это директор компании Матери Медика Хоудинг, это компания, которая производит анаферон, эргоферон, фуфламицин. В кучу, да, они просто, они пытаются делать вид, будто бы у них научная медицина, потому что это на самом деле просто гомеопатия, которая просто по-другим назвали, они не используют слово гомеопатии, не используют название реализоактивные препараты, вот, и там просто был еще забавный момент, что это да ладно, там, академик врал, не врал, а эта компания получила антипремию от Министерства Образования и Науки Российской Федерации. А у них такая была? Вот, это тоже отдельный момент, потому что, да, значит, усиление, скажем так, коллег, в том числе из комиссии в борьбе с уже наукой, был период, когда, ну, понятно, это было сильно задолго до войны, и был период, когда в Министерстве Образования и Науки была некоторая прослойка людей влиятельных, которым было не плевать, вот, они были, то есть, понятно, там были сюда свои проблемы и так далее, и так далее, и там, но были люди, которым не плевать, и они, те люди, которым было не плевать, они нашли, как бы, такую лазеечку, потому что была премия за верность науке, я там, один раз был финалистом в этой премии, там, Грабышевский ее получал, там, еще некоторые коллеги, Сергей Попов, по-моему, ее получал, первый, тоже интересный момент, по-моему, первую премию дали Зимину, старшему, которую потом объявили иностранным агентом, то есть, к вопросу о том, насколько, по-моему, по-моему, Зимину, я могу ошибаться, конечно, вот, и там, вот, собственно, приколы этой эфирки был в том, что, значит, была премия за верность в науку, у нее появились номинации и пропихнули номинацию антипремия. И был, на самом деле, большой скандал, когда вот эту вот крупную фармкомпанию объявили, величие, самым главным уже научным проектом в Российской Федерации на антипремии, который возглавляет Министерство образования и науки. Если бы у Министерства образования и науки как бы были те яйца, которые должны у них быть на самом деле, потому что что это за министерства, которые, типа, не делают свою работу? А я считаю, что это часть их работ вообще-то, всякую фигню вымаривать. Ну, например, в Австралии была знаменитая история, когда австралийский Минздрав признал гомеопатию уже наукой. Это вот пример, когда министерство делает свою работу адекватно. Но, короче, министерские чиновники немножко этого всего испугались и там было смешно, что они, эти премии, это была, ну, было понятно, кто убедил, но они как-то на церемонии это замяли и потом, как бы, вот оно, в итоге, оно не пошло. так активно, а эта компания обещала судиться, судиться с министерством, то есть, тоже такое, никто все равно не воспринимал, вот, но они потом сказали, что мы будем судиться со всеми, кто будет, типа, перепечатывать эту историю, вот, ну, а кто ты будешь... это же факт, вот министерство, министерство признало, что ваша компания занимается... Ты не помнишь, какой это был год? Просто интересно, ну, примерно. Это очень легко гуглиться, я думаю, что-нибудь из зала может быстренько загуглить и посмотреть, во-первых, проверить, правильно я сказал, про Зимина. В 19-м году Зимину дали. Вот. Это Зимину, а вот эта история заслужена, далее. Антипремия. Вот, антипремия у моей материи медика Холдин в таком году. Сейчас. Ну, в общем, загубляет. Короче, в общем, были, если вот эти времена... и эти времена, они у меня запомнятся, времена, когда вот именно из-за таких моментов мне казалось, что все еще не так плохо. Если Зимину могут дать премию от министерства, если крупную уже научную корпорацию могут пусть потом немножко спустить это на тормоза, но тем не менее признать уже наукой, это мне казалось круто. Вот. Был еще один такой момент, когда надежда появилась, но потом она быстренько обрубилась, когда наша комиссия выпустила меморандум о научности гомеопатии и там по всем СМИ показывали гомеопатию, даже Киселев громил гомеопатию. Ничего себе, 18-й год. Насколько уж отразительный господин Киселев, но у него тот, радиоактивный пепел, да, естественно. Дмитрий радиоактивный пепел Киселев. Дмитрий радиоактивный пепел Киселев, да, у него был выпуск, где они наехали гомеопатию, а до этого был потом еще эффект обратного действия, потому что часть либеральной публики начала наезжать на комиссию, что мы пытаемся возродить в Усенковщину, что мы как инструмент государства, хотя вообще комиссия это на социальных добровольных началах, то есть рано на государственных, рано государственные структуры, но никакого финансового влияния на комиссию нет, потому что ничего не получают, все бесплатно, все добровольно, условно говоря. Ну вот, короче говоря, вот эти вот, так вот, Минздрав в России обещал на фоне все этого сделать специальную комиссию, которая смотрит вопрос о обучении гомеопатии, но они потом это фуар замяли, и не было этой комиссии, не было рассмотрения этого вопроса, и в итоге мы так и живем с гомеопатами, вот, непризнанными уже учеными. Вот, понятно, непризнанными и уже учеными, и учеными, никем не признаны, несчастные люди. Что сейчас происходит с премией Гудини и с почетным академиком Врана? Как они, они вообще существуют? Ну, с премией Гудини сайт существует, но проверок нет, потому что люди, которые этим занимаются, разъехались. Михаил Лидин, наверное, один из садов. Что случилось? Почему? Ну, что случилось? Почему? Михаил Лидин, который, собственно, сердце операции. Он в Грузии сейчас, если я не ошибаюсь. Я вот по Европам мотаюсь, соответственно, ну, а без нас как бы это не получается. Это, ну, больше некому. А в РАУ это надо, по-моему, продолжается. На 23-й год я видел, они что-то там вручали, да, но вот мне интересно, а ты там был просто в жюри, ты не имеешь... Ну, я удаленно голосовал. А, в 23-м году тоже голосовал? Да, ну, там как бы процедура-то какая, что одни из начала людей просят присылать, кандидатуры номинировать, потом эксперты приводить заявку, этих номинантов и пишут, мол, что мы по этому поудумаем, ну, типа легитимный кандидат в РАУ или нелегитимный, и какие-то баллы там приписываем по уровню макобесности, вот, а потом они так отбирают типа десятку, а потом за десятку отдают на народное голосование, народное голосование отбирает тройку, а потом из этой тройки жюри, эксперты уже лайф на мероприятии выбирают победителя, то есть там такая вот взаимодействие экспертов публики, экспертов публики, такая сложная процедура, показывает, что победитель, он на самом деле макобес и по мнению специалистов, и по мнению широкой аудитории людей, которые интересуются там критическим мышлением, уже наукой и так далее. Зацеплюсь за то, что ты сказал, что все разъехались, не могу не спросить о том, уехал ли ты, видимо, очевидно, что да, уехал. Больше двух лет больше двух лет ты там не был, а почему, что случилось? Война случилась. Война случилась. Ну, тебе что-то угрожало? Я имею в виду блок личных вопросов. Лично тебе что-то угрожало? Я знаю историю вот с институтом при Академии наук и строй, чем она... Нет, история с институтом это свежая история, она к моему отъезду отношений никого не имела, и она мне никак не угрожает, нет. Значит, до отъезда я успел понаблюдать и к моей лекции пытались отменять. Я же был одним из тех, кто подписал письмо против войны, ученые против войны, там было большое письмо в газете ТРВ. Вот. И, соответственно, сразу после этого у меня должно было быть выступление на мероприятии Гиг Пикник. Я там много лет выступал, это вообще мой любимый фестиваль научно-популярный в России, очень классный. И мне в последний день прямо перед выступлением пишут организаторы что-то площадка и говорит, что вас нельзя отпускать, потому что... Ну и угрожает, что приедет там полиция, условно. Вот. Потом мне показывали, что не только меня, там еще других людей тоже пытались не впустить. Прислали прям такие распечатки из соцсетей, где они подключили к словам типа, аля, там, война, там, ну, Навальный, такие вот слова. Ключевые мониторы соцсети всех спикеров. Я там был, по-моему, на первом месте среди спикеров в плане количества неправильных слов, которые... своеобразные премиумы. И, типа, самые нежелательные спикеры. Ну, опять же, я могу ошибаться в плане, я это видел мельком. Они просто показали типа, а-ля, ну, не скриншотом. Вот. и я написал тогда пост про то, ну, понятно, что в когнитрации подникало, у меня нет вопросов, типа, они не виноваты. Вот жалко, что такая ситуация сложилась, что даже у меня чисто научно-покулярная лекция была, не какая-то там политическая, там, ничего такого говорить не собирался. Вот. Даже вот такое у нас подвергается при цензуре. По вопросу о том, есть ли цензура в России, да, что даже не обязательно говорить о политике, чтобы тебя... Ну, цензури подвергли тебя, потому что ты высказался про политику. имею право. Не видишь, конечно. Вот. Так вот, и там была очень смешная, смешная история, потому что мне сразу же позвонил гендир, гендир пикника, и говорит, типа, нет, ну, слушайте, я не поддерживаю то, что вас на моем фестивале типа зацензуировали, а давайте вы приедете все равно выступить. И пофиг. Ну, что будет, то будет. Ну, я такой, давайте. И вот, вроде, что будет, то будет, я пошутил в итоге, что это не лекция, это просто специальная звукопроверочная операция. Вот. И дальше я сначала на главной сцене 15 минут проверял микрофон, анонсировал более длинную звукопроверочную операцию, а потом в одном из шатров в часовую звукопроверочную операцию провел. Вот. Успешного хочется спросить. по-моему, да. Слава. Мы считаем. Да. Но там, кстати, никаких последствий вроде бы не было, хотя гиппикник вот в России больше не проводится. А что случилось? Мы любимые вопросы. Не знаю, по этому поводу или нет. Все разрешаются. Гиппикник сейчас, ну, аналог гиппикника, я так понимаю, что с участием людей из команды вот будет в августе в Алма-Ате. Так что неожиданно. Где Россия потеряла, там Казахстан выиграл, приобрел. Вот. А туда меня пригласили. Вот. Это хорошая новость. Так вот, и там на этом, на моей лекции, я не знаю, может быть, это просто были странные люди, но там сидело странные мужчины и странные женщины, которых все время все очень активно конспектировали, и при этом вообще не смеялись. Там было много шуток в лекции. У меня там была одна шутка про мозг чиновника. Вот. Ну, шутка звучит так, что это мастеральная история, была история про ученого, ну, ученые изучали пациента, у которого в детстве была гидроцефалия, это когда жидкость в голове образуется, ему там поставили специальное устройство, которое помогает при этой проблеме. Вот. Но он потом много лет жил, жил-жил, как бы ни о чем не подозревал, а потом у него что-то нога начал барахлить, он пришел к врачам, они посмотрели, что у него в голове, и оказалось, что у него эта гидроцефалия прогрессировала, и большая часть его мозга это вода. Вот. Ну, и шутка заключается в том, что, как бы, если бы ни его нога, которая заключила, никто бы по нему вообще не подумал, что с ним что-то не так, работал себе чиновником. Вот. И вот на этой шутке они, вот эти люди, они очень неодобрительно, очень неодобрительно смотрели. То есть, они были близки к провалу. Короче, была гипотеза, что это были непростые люди, вот, потому что, ну, как бы, я понимаю, не всем должны такие шутки заходить, как бы, но, как бы, странное совпадение, что такие ярые фанаты, конспектирующие каждое мое слово, вот, не смеются на шутку, от которой смеялся больше всего. А почему они конспектировали? А, прости, пожалуйста, вот у меня диктофон лежит, а у них не было? Ну, они какие-то пометочки делали, я не знаю, может, мы потом леним второй раз. А тайм-коды? Ну, тайм-коды, типа, да. А вот тут он сказал там нехорошие вот про это. Не, может быть, я оговариваю людей, может, они реально, может, у них просто, ну, ну, не смешная шутка, ну, может быть, а может быть, они любители научпопа, но так получилось, что они чиновники. Или папа, или чиновник, или запас, или папа. Вообще-то, как бы, это же у нас, ну, так в культуре сложилось, что чиновник это какой-то нарицательный, значит, по-хорошему, в нормальной стране чиновник не должен быть сомн нарицательный. Чиновник может быть вполне полезен общенному обществу, которое людям помогает делать хорошие вещи. Ну, да, конечно, в Германии точно так. Вот, но мы проехали просто за эти два года несколько стран. Нет, Саша, везде, везде, кроме Германии, конечно. Кроме Германии? Да, в Германии все, все, да, все замечательные люди, нам очень помогают. Когда, когда ты уехал, если не секрет, и куда? Ну, я уже, как только началась война, я начал думать о том, что стоит, может быть, уехать, но у меня были некие обстоятельства семейного плана, которые мне это мешали делать. В мае, когда возникли серьезные опасения, что, может быть, мобилизация, первое опасение, еще и не было, я, ну, так, на всякий случай, типа, на месяцок поехал отдохнуть в Турцию. Просто, типа, на всякий случай. Ну, почему бы нет? Вот. Съездил в Турцию, прочитал там пару лекций, познакомился с очень классными людьми, хорошо провел время, а потом вернулся обратно и начал готовиться к плановому отъезду, то есть, чтобы не вот так вот, одним днем, а как-то подготовиться, подумать, здесь, куда вообще стоит поехать, где можно долго находиться, без визы, без вот этого. у меня выбор пал на Индонезию, потому что в Индонезии можно полгода находиться вообще, потом можно сделать визораны, еще полгода, короче, страна неограниченных, скажем так, потенциальных моментов прибытия, вот, и отбытия, и при этом недорогая, то есть, как бы, можно потенциально там придумать, даже можно вообще ничего не делать, как бы, просто можно отдыхать бесконечно в Индонезии, пока все не навалится, а потом стало понятно, ну, собственно, да, там прямо уже были, там, чтобы полгода находиться, чтобы удобно было, там вообще безвизовый режим, но вот, если ты хочешь долго находиться, нужно визу получить, и вот, виза была, и тут появляется новость, про то, что там принимаются новые поправки к закону мобилизации, мобилизации еще не было, только появилась новость, но уже сентябрь, сентябрь 22-го, вот, через полчаса после того, я эту новость увидел, были куплены билеты в Индонезию, все, нет, спасибо, не надо, я пацифист, мне все эти риски нафиг не нужны, вот, тем более, что я могу находиться спокойно себе в хорошем отеле, с бассейном, плавать в море и писать книжку, вот, замечательный досуг, вот, а потом, в Индонезии стало немножко скучно, вот, потому что там, конечно, замечательно, но делать там особо нечего, вот, и тут появилась вот эта история, что мне предложили поездить с туром, лекции по разным странам, появился вариант, как попасть в Европу, ну, вот, я в Европе, читаю лекции. Супер. Про книжку хочу поговорить, которую ты закончил недавно, как я понимаю, по-английски, и готовится перевод на русский язык, не только на русский, еще не готовится, потому что еще не надо ее дописать, она слишком, я недавно получил отзыв от одного человека, который ее дочитал, где он говорит, что все слишком сложно, и поэтому придется переписывать. Ну, потренируйся на нас, расскажи нам просто, потому что тема, мы ее обсуждали с тобой, и я слушал какие-то твои эфиры по этому поводу, это, конечно, ужасно интересно. История про то, друзья мои, я очень курок, что старение не обязательно. Ну, то, что старение не обязательно, это книжку надо писать, это берешь этого, голого землекопа. Ну, понятно, про голову землекопа уже, мне кажется, все знают, благодаря Илле Калматовскому, вот, но нет, мне мне нравится... А еще, короче, есть эта медуза, которая откатывает обратно себя в молодое состояние, она... Ну, давай немножко сначала, чтобы для тех, кто слышит об этом первый раз, вот, мне очень нравится, как ты рассказываешь про то, что, ну, старение как главная причина смерти человечества, а почему-то с этим никто не борется. Это тоже, да, действительно удивительная вещь, потому что, ну, мы так привыкли, что там, ну, случается какая-нибудь, там, катастрофа, кошмар, ужас, случается, теракт, случается даже война, ну, вот, даже Вторая мировая война, самая жестокая в истории, она, вот, если взять людей, которые тогда жили, то, грубо говоря, доля людей, которые умерли из-за войны относительно всех людей, которые в этот период умерли, она, ну, почти на грани, ну, не на границ, статистическая погрешность, но, типа, так умерло в десятки раз больше людей, вот, и при этом мы действительно очень много внимания уделяем, я не к тому, что, что, я не обесцениваю, да, смерти людей, которые случились из-за войны, это уже, безусловно, очень ужасно, да, страшно, но главная причина человеческой смерти, действительно, старение, старение каждые восемь лет увеличивает в два раза примерно вероятность смерти человека, вот, и если бы человек мог заморозить свой биологический возраст в 30 лет, то есть убрать этот вот экспоненциальный рост вероятности смерти с возрастом, то 30-летний человек имел бы все шансы прожить тысячу в среднем. 30 лет, оставаясь 30-летним биологически? Геологически можно было, да, то есть, поятное дело, его прежде можно убить. Ну, мы оставляем вероятность того, что ему на голову упадет три жаба, все-таки можно, ну, мы говорим не про бессмертие, мы говорим про отсутствие старения, то есть, понятно, что и в 30 лет можно умереть от разных причин, бывают там инфаркты в 30 лет, хотя сильно реже, чем в 50-60, и какие-нибудь онкологические заболевания, мы оставляем все эти риски на уровне 30-летнего просто, ну, естественно, там, никто не страховал от того, что ему там на голову что-то не упадет, что его там, не знаю, бандиты как-нибудь не пристрелят, да, то есть, им не кажется, что вот мы действительно недооцениваем, потому что мы чего боимся, мы боимся там темной подворотни, вероятно, с того, что с нами что-то случится в темной подворотни, что именно это станет причиной нашей смерти, а она очень маленькая, она, может быть, более 7-минутная, да, то есть, как бы, понятно, что от старости 30 лет сегодня не умрет, вот, но это не то, что нас убьет, и при этом мы видим, насколько мало финансируются исследования в области старения, и насколько много внимания и усилий уделяются различным способам, там, не знаю, вот нам говорят, что нам нужно там и защита от терроризма, там, везде поставить камеры, там, всех допрашивать, вот, там, придумываем такой театр защиты, вот, а какой процент людей реально там, допустим, умер от террористических актов, вот, ну, вот, скажем, конечно, это потому что спецслужбы очень хорошо работают, но они, даже там, где спецслужбы плохо работают, все равно, это не очень распространенная причина смерти. Ты еще говорил о том, что на это дело работает культурная традиция, в которой человек, стремящийся к бессмертию, как правило, отрицательный герой, персонаж, да, если мы говорим о каком-то искусстве, там, истории, и так далее. Да, у нас с тобой был над тем спорем, когда ты говорил, что полно таких персонажей, а я говорил, что нифига. Я, честно говоря, уже не помню, кого я назвал в результате. Я вот тоже не помню, кого-то назвал. Уложительного героя. Никола Фламеля из Гарри Поттера. Я здесь уточняю. Николас Фламель, положительный герой, потому что он добровольно отказался от своего бессмертия. Вот если бы он зажал к философский камень, было бы отрицательным. Ну, по нарративу. Да, то есть там дело не в том, что нельзя быть бессмертным, потому что у того же Толкина, допустим, Гендальф, ну, он условно бессмертный. Эльф, они, ну, практически бессмертные. Тысячные ранения. Вот. Они там очень долго, они потом, когда еще умирают, они там вот куда-то отправляются в этот, как это называется, в свою, короче, в особое место свое. Вот. Короче говоря, Король Артур спит, до сих пор, говоря. Но, как я это вижу, исходя из того, пласта культуры, с которым я, может быть, я не знаю каких-то историй, каких-то отдельных народов или еще чего-нибудь, но кажется, что если персонаж как бы случайно там от рождения имел такой дар бессмертия, типа, он ему натуральным образом достался. Типа, Дункана Маклава. Да, то окей, к этому нет претензий. А вот если он хотел этого и что-то для этого делал, то вот это вот уже просто обязательно путь такой антагониста, который обязательно будет убивать ради этого, обязательно кажется, что это желание бессмертина, человек коррумпирует, портрет Дориана Грея, который там Крестража. Крестража и прочее, прочее, прочее. Да, то есть наша культура, она, мне кажется, во-первых, пропитана критикой идеи того, что бессмертие, ну, бессмертие, это хорошо, вот, а вторая вещь это то, что как будто бы вот есть некий аналог такого стокгольмского синдрома, поскольку люди, в принципе, понимают, что, скорее всего, они умрут, то мы начинаем придумывать миллионное оправдание, почему это хорошо. Почему это хорошо? Ну, потому что не будет перенаселения, классно, же, эволюция вида будет продвигаться, тоже хорошо. Ну, и вообще, наверное, когда тебе уже сто лет, типа, уже жить неинтересно, так что, и не жалко. И загробную жизнь круче, чем реально. короче, мы придумываем 100-1500 оправданий вместо того, чтобы попытаться что-то по этому поводу сделать, потому что, с моей точки зрения, пока ты жив, ты можешь бороться, когда ты умный, уже все. То есть, это инвариантное состояние, из которого обратно в состоянии, ты можешь делать какой-то выбор, жить тебе или не жить, ты уже делать не можешь. Вот. И это самая большая утрата, которая вообще может быть. И утрата не только по отношению, там, эгоистично, по отношению к себе, но я бы не хотел, чтобы там умирали мои родственники, чтобы, если там будут дети, чтобы умерли мои дети. Ну, то есть, можно подумать даже не о себе, да, подумать о других людях, которые нам близки. Вот. А как же обновление, обновление, вот это все? Я, я очень-очень расстраиваюсь, ну, понятно, что там, любая человеческая жизнь ценна, но вот, был какой-нибудь там, вот недавно умер Канеман, вот, Нобелевский уряд по экономике, заработал по психологии, вот, одна из вещей, которую, ему было больше 90 лет, и он до самого последнего года жизни продолжал заниматься наукой, он опубликовал статью, в которой они пересмотрели одну из гипотез Канемана, вместе с критиками, там были люди, которые его критиковали, он с ними в соавторстве, они провели исследование, показали, что, ну, там эти и те были неправы, уюта, с коллайдера сходили, оказался, там, третий вариант, вот, но, грубо говоря, да, ну, то есть, вот, и, конечно, это колоссальная трата для человечества, человек с очень интересным опытом, с очень богатой жизнью, больше не с нами, да, больше не будет делать научных исследований, при этом, опять же, если бы мы победили старение, то не только бы он не умер, да, мы бы еще и сделать так, чтобы он лучше себя чувствовал, чтобы мозги у него лучше работали, потому что старение мозга завязано на старение тела, то есть, он бы еще лучше бы занимался наукой, то есть, вот это все, а по поводу обновления, тут, во-первых, возникает такая, сразу, как мне видится, такая ошибка, которая говорит, что, ну, вот, окей, эволюция замедлится, допустим, и что, ну, то есть, даже если это принять, на секундочку, да, хотя на самом деле, человеческий вид за последние несколько тысяч лет, он, не то, чтобы эволюционировал как-то заметным образом, если возьмете человека из современности, отправить его в машине времени, 2000 лет назад, ну, без опыта в современной культуре, навыков и так далее, никто не поймет, что он из будущего. В смысле, если младенца отправить, он премьер, да, он точно так же, вот, и наоборот, да, если человек из темных веков, нет, если мы там, конечно, откатимся, там, к временам неандертальцев, там, на десятки тысяч лет, назад уйдем, то, может быть, какие-то отличия будут, и то, кстати, очень интересный вопрос, на самом деле, мы не знаем, потому что, что было бы, если бы мы неандертальцев, поместили в современный культурный контекст, может быть, он дартировался бы, все было бы хорошо, был бы боксером, вот, ну, может, был бы, может быть, он был бы нобелевским вариантом по экономике, вот, всякое может быть, вот, и, то есть, первое, да, это, на самом деле, человеческая эволюция, она в масштабах поколений, она пренебрежима, плевать на нее, вот, а вторая вещь, что даже если бы мы говорили про эволюцию там в масштабах миллионов лет, типа, мы эволюции ничего не должны, пошло нам нафиг, типа, ну, да, мы, скорее, она должна, ну, то есть, мы продукт эволюции, да, и что, а еще мы из атома стоим, поэтому, что атом нельзя расщеплять, потому что, типа, мы атомы что-то должны, а мы так берем, а мы атомы расщепили, типа, противоестественно, вот, ну, или, опять же, вся медицина, она, в общем-то, про то, что мы делаем что-то противоестественное, естественным образом, только гомеопатия, естественно, ты должен был, естественным образом, умереть от чумы, а мы тут какое-то, какое-то лекарство придумали, да, вот, то есть, эта апелляция к естественности, к природности, она, мне кажется, является, как раз, одной из тех примеров, таких когнитивных ошибок, от которых нужно избавляться. Ну, то есть, та же самая традиция, да, которая... Да, люди традиционно умирали, поэтому будем традиционно дальше умирать, даже если у нас есть способ. Но стоит применить чему-то другому, люди традиционно не ездили на автомобилях, не летали на самолетах, не летали в космос, да, это же очень нетрадиционно, знаете ли, это прям все скрепы загибаются. Точно. Друзья мои, я думаю, что пора переходить к вопросам, если есть в Ютьюбе какие-нибудь у нас вопросы, пожалуйста, тоже можно задать. Давайте, кто первый? Юля. У меня вопрос, ну, не совсем он связан с Тенкетом Зарином, но очень леется, и все. Ну, в октябре у Собольска вышла новая книга, в которой он говорит о том, что у человека нет свободы воли. В том числе, говоря о том, что он может отследить те нейронные связи, которые есть у нас в мозгу, и гормоны, и в целом то, как работает наш организм. Именно поэтому он делает вывод, что свободы воли нет. Я бы хотела узнать именно твое мнение, существует ли свобода воли у человека, и что такое тезис свободы слова в твоем понимании? Свобода слова? Да, простите. Сразу видно, оговорочка по Фрейду. Я, 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 у меня с ним нету расхождений, но, наверное, есть нюансы, которые нужно проговорить. У нас, безусловно, есть чувство свободы в воле, мы ощущаем это, это нам в ощущениях, мы думаем, что мы свободны. Про это еще Спинозер рассуждал, да, что люди, лишь по той причине думают, что они свободны, потому что свои поступки они понимают, а причин их вызвавших не знают. И, конечно, благодаря современной там, нейроналуке мы начинаем больше понимать про то, как работает наш мозг и что действительно наши поступки, они диктуются работой вполне материальной нейронной сети, которая работает по вполне определенным биохимическим, биофизическим процессам. И мы можем на самом деле иногда в некоторых ситуациях предсказать поведение человека по активности его мозга до того, как человек реализует то или иное поведение. Есть очень забавные демонстрации, где там человеку надевают на голову шапочку, которая измеряет активность мозга и дают ему две кнопочки. И он должен выбрать, на которую он нажмет, и он должен нажать на эту кнопочку, пока она не горит. Ну, там, лампочка стоит. А лампочка загорается, когда компьютер понимает на основании активности мозга, человек готовится ее нажать. И в итоге человек не может справиться с заданием, потому что только он захотел нажать на правую кнопку, она загорается, и только у него подходит, она уже горит и уже поздно. Вот. И можно так через столбку сбивать. В чем нюанс все равно этого видения? Потому что очень часто вот из этого тезиса про свободу воли выдвигают очень странные утверждения, типа того, что ага, значит, нужно отменить всю юриспруденцию, потому что если человек не имеет свободы воли, то кого мы наказываем? Типа, зачем мы наказываем? Но меня это удивляло, потому что почему мы наказываем преступника? Во-первых, мы его изолируем от общества, во-вторых, есть такая идея, иногда, не всегда работающая, что можно пробовать переобучать, и третье, что мы это делаем, чтобы другим было неповадно. И то, что поступок, полиция посадила какого-то преступника куда-то, влияет на окружающих, которые посмотрели, ненависимо от того, есть свободы воли или нет, это достаточно очевидно. Другая вещь, это то, что свобода воли это очень полезная эвристика такая, то есть, мы можем где-то в подкорке себе отложить, что ее на самом деле нет, это все там биохимия и так далее, и так далее, и так далее, но, причем, такая немножко детерминистская, да, даже если мы добавим там, есть события рандомные на клантовом уровне, то все это типа детерминистская плюс рандом и есть нигде не рождается свобода воли, вот, так вот, даже если мы это все понимаем, все равно это очень удобная эвристика, потому что мы не владеем инструментами, которые бы реально позволяли нормально объяснить, почему человек делал то или другое, основываясь на изучении работы его мозга, а вот в терминах свободы воли в повседневной жизни все очень хорошо объясняется, почему вы пришли на эту лекцию, ну, потому что вам захотелось, ну, не на лекцию, да, на это мероприятие, потому что вам захотелось, кто-то прочитал, что будет, увидел анонс, подумал, ага, мне эта тема интересна, раз тема интересна, то я приду послушаю, ну, например, в таких текстах, в терминах намного проще объяснять социальное поведение людей, почему мужчина убил любовника своей жены, да, потому что у него случилось чувство ревности и вот он на нем его применил, да, а если мы будем эту ситуацию пытаться описать в терминах нейробиология, то мы сломаемся, да, мы не сможем этого сделать, мы просто дадим никакого нормального объяснения, которое предскажет, вот этот человек пойдет там делать что-то или не пойдет, вот, поэтому нормальная эвристика, но пользоваться ей можно, не запрещаем никому, да, давайте жить исходя из того, что она как бы есть, но помнишь, на самом деле ее нет. Спасибо большое. Угу. Несколько вопросов первых по поводу эволюции. Про биологическую все понятно, а что насчет культурной эволюции и бессмертий и монополизации власти и ресурсов? Или люди живут вечно, ну, не вечно, так, очень долго, обычно тем старше человек, чем больше у него ресурсов, тем больше у него власти, посмотреть на всех политиках разных странных, старики, старики, один определенный старик, которого, это, никто не хочет ему бессмертия, без нормальных людей. Как с этим его выводят? Ну, на это я, на это я отвечу аргументом, который приводит в своей книжке такой физик по имени Энри Стил, у него книжка называется «Ageless», не стареющие, и аргумент звучит так, вот, представьте себе автрактное будущее, в котором убедили старение, еще старение больше не существует, и это в этом будущем человечество столкнулось с какой-то проблемой, это может быть как раз, да, социальное неравенство, или диктатор какой-то засиделся, или перенаселение случилось, ну, или, короче, можно назвать много разных потенциальных, побочных продуктов этого, и вот, есть проблема у человечества не стареющего, в будущее приходит ученый и говорит, я предлагаю вам решение, какое это будет решение, но решение такое, что я запускаю вирус, который поражает все человечество, и каждые 8 лет вероятность смерти будет увеличиваться в 2 раза, будет повышаться риск болезни Альцгеймера, у всех, риск посередичного приступа, рака, и люди начнут массово умирать, в итоге, конечно, все вообще умрут, ну, просто через некоторое время, зато умрет и диктатор, вот, и кажется, да, если вот такая, такой план, даже в безумном ряду, даже там особо не пришел, там он хотя бы половину убил, да, хотя неразумная идея, потому что ты убил половину, а оно через пару дней, там, месяцев, лет, оно все в норму вернется, как бы, ну, через сотню, вот, ну, через сотню, да, ненадолго, кричит, недолговечное решение, а строение было бы долговечным решением проблемы, но, кажется, что это очень негуманная идея. Ну, если контраргумент, это звучит, хорошо, ну, понятно, идея, то, что в таком мире бы это звучало бы просто очень странно и нелогично, но это же то же самое, например, что и коммунист говорит, вот, представьте себе мир, где у всех все есть и все хорошо, то есть, это, по идее, это было работа в идеальном мире, где, как бы, и все нормально работает, но мы же работаем в идеальном мире, но отлично, определенная проблема в воздухе. Население стареет, ну, как стареет, это мысли, очень много людей живут дольше, и в Берлине, допустим, очень много пенсионеров, не хватает жилья, но молодые люди приезжают арендовать все же очень тяжело. смотрите, опять же, опять же, то, что является, мы же говорим про такую, немножко критическую сторону этого вопроса, да, типа, является ли неудобство с поиском жилья у молодежи поводом убить, обречивающих миллиарды людей на смерть. Что бы сказал Раскольников? Вот, да. Кстати говоря. Что бы сказал Раскольников? Но при этом, опять же, даже в этом примере тоже, у нас, видите, настолько, мы настолько привыкли к идее старения, даже пример, который вы приводите, он вообще-то не про то, что предлагается, ну, там, мной наукой, там, моей книжкой, там, и так далее. Победа на старение означает, что пенсионер, это же больше не пенсионер, в классическом понимании, пенсионер, это такой же функциональный член общества, как 30-летний человек. Да, понятно. Поэтому, поэтому, это одни молодые, но жилье-то занимает, одни молодые люди занимают жилье других молодых людей. Давайте, давайте, давайте мы решим эту проблему, если такая возникнет, каким-нибудь другим способом. Давайте построим больше жилья. Давайте, ну, вот, хорошее строительство. Вот, да, да, доника есть более хорошее решение этой проблемы. Вот, есть молодые, да, они будут такие же производители, но только будут молодые, с огромным количеством ресурсов, с огромным количеством связей, будут молодые, в которых ничего нет, им намного тяжелее, что это получить, потому что есть конкуренция, и конкуренция подразумевает, что если у тебя больше ресурсов, короче, короче, будет конфликт между молодыми-молодыми и старыми-молодыми. Ну, 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 хорошо, победите, давайте, победим старение, а после этого построим коммунизм, так и быть. Вот, я готов, то есть, я не фанат, если что, но если победим старение, я готов согласиться. Ленин разжевит? Сложно уже. Как в пятом элементе по одной клеточке собрать, к сожалению, скорее всего, можно, можно, наверное, клонировать, можно сделать мини-мини Ленина. Мини-мы. Мини-мы. Это как есть нифигурки, только и теперь мини Ленин. Вот, кто из людей, которые занимают популяризацию науки в России, зиганомсия, как научное мышление, вообще, помогло оно кому-то против идеологии или там, или там деньги, какие-нибудь удобства, все-таки приветствия. Занятая жизнь, да? я скажу так, что хорошая новость, наверное, в том, что в научно-популярной и в научной среде процент, как вы сказали, зиганувших, мне кажется, он существенно ниже, чем в средней популяции. И я думаю, что тут такой весь маленький намек на то, что может быть, может быть, это связано. А среди верующих? Может быть, это не случайно. У них, конечно, корреляции доказа, причинно-следственная связь, но что-то уж очень намекает. И, кстати, я, когда я репостил это письмо ученых против войны, то я наблюдал, как у некоторых людей обычных случается какой-то когнитивный диссонанс, потому что позиции нет. Типа вот люди, которые против войны, это просто люди, которые ничего не понимают, тупые и не разобрались. Часто такое бывает. Почему так получилось, что каста ученых, она обогащена людьми тупыми, которые не могут разобраться и не владеют аналитикой. А почему-то при этом категория, условно, прихожан храма внезапно наоборот обогащена этими качествами. Раз те, кто лучше всего знают геополитику, понимают, как устроен мир, геополитика это наука, не будем сейчас в это. Короче, интересное просто наблюдение, чисто социологическое. Сдавать имена зачем? Я знаю нескольких коллег, которые, к сожалению, пишут очень странные вещи. То есть получается зигамутрис калерируется с научным подходом и с критическим мышлением. А обратно, когда не обратно. Да, обратная зависимость. И тогда продолжение вопроса, почему все-таки на массы так легко повлияли вот это зомбирование, пропаганда на основную массу. На самом деле не очень зависит от уровня образования, а именно от уровня... Это одна из вещей, которые я на лекциях рассказываю, что на самом деле если брать то самое критическое мышление или брать веру... Если брать веру в странные вещи, веру в барабашку, в астрологию, в маленькую миопартию, то это не столько зависит от образования. Человек может быть очень образован, он может знать кучу фактов, прочитать энциклопедию, еще что-нибудь, а это зависит на самом деле больше от некоторых ментальных характеристик, например, склонность задумываться о том, правильно ли ты думаешь. Если человек задумывается о том, правильно ли он думает, то он скажет... Сомневаться. Сомневаться, да. Вот это вот. Если человек прочитал тысячу учебников, но при этом ни в одном из них ни разу не сомнился, то, может быть, вполне себе, он потом прочитает вместе с ними учебник по белой и черной магии и возомнит себя колдуном. Ну, потому что... Прочитал же. Вообще, ну, на самом деле прочитать 100 книг по астрологии тоже требует определенного. Это тоже даст какую-то определенную орудицию своеобразную. Это всегда так. Да. Буквально несколько дней назад была новость, что Ватикан собирается причислить кирпу святых. Парня 15-летнего 15-летнего возраста он умер. Это единственный человек, который жил в нашем тысячелетии с нами. И вот собираются причислять к святых. Он совершил два шуда. Вот. Современное общество научное, оно как-то на это отреагировало. Я просто попытался что-то найти, не нашел информации. Кто-то это вообще пытается в этом разобраться, посмотреть историю болезни этого человека, который умер. Типа, как это все происходит сегодня. Да, у меня вот такое, может, ты что-то сам уже разбирался. Там еще скрытие в членово чудеса, что он использовал интернета. Я сейчас точно не расскажу. Он использовал интернета, продвигал, много лайков ставил. Сам очень верующий всех друзей, всех окружающих говорил, что давайте тоже верить в Бога, это все очень круто. Сам чем-то он заболел, умер, в итоге от чуда признанных к его мощам приходили, молились за здоровье каких-то других людей и этих других людей. Чудесным образом болезнь проходила. Действительно болезнь проходила, действительно вроде как сказано, что молилась, но так же можно как-то. А почему Бог его наказал? Это у меня тоже такие вопросы возникли. Помните. Насколько я помню при РПЦ была комиссия по чудесам, она так и называлась. Она есть? Да, я взаимодействовал с ними по работе. Извините. Потом расскажу. Есть комиссия по чудесам при РАН? У нас нет комиссии по чудесам. Я не изучал внимательно. Я видел новости, я не смотрел. Я не думаю, что это заявление о чуде отличается принципиально от предыдущих заявлений о чудесах, которые обычно предполагаются. Те вещи, которые называют чудесами, я не видел ни одного, оно тянуло на что-то абсолютно невозможное. Грубо говоря, там исцелился кто-то. Но вообще-то при любом заболевании бывают спонтанные ремиссии. Даже при тяжелых онкологических заболеваниях бывает такое, что внезапно иммунная система опомнилась и пошла и победила. Бывает? Бывает. Это чудом. Можно сказать, что чудо это такое событие, вероятность которого меньше, чем один на миллион. Но если такое дать определение, меньше, чем один на миллион в течение, допустим, года для одного человека. Но если это принять за чудо, тогда автоматически возникает восемь тысяч чудес в год. должно возникать того, 8 миллиардов людей на планете. Вот. То есть надо 8 тысяч человек канонизировать, потому что у кого ты раз в лотерею. Примерно столько и есть, по-моему, святых. рано или поздно с кем-нибудь случится даже очень маловероятное событие, но очень большое количество людей, рано или поздно с кем-то оно случится. Былась история про человека, которого 7 раз молнию ударило. Можно сказать, что это чудо. А можно сказать, что мы из 8 миллиардов людей отобрали именно того, с которым случилось какое-то удивительное событие и решили про него всем рассказать. Или Бог хотел его покарать, а он никак. Наградить. И наградить. А вот видите, уже непонятно, где наградить и где покарать. То и то можно в обе стороны. Айвы дьявол защищал. Мне кажется, он вашу продал. Ну там масса. В общем, вот. Сейчас давайте дадим новому человеку. Я хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вы науку отождествляете вообще с любым рациональным мышлением? Или как вы определяете тогда науку? Есть много разных рациональных способов жизни. Люди познают, что, например, филология является наукой, а есть рациональная какой-то познание. Теология вот сейчас, именно, кардинальная. То есть там тоже рациональная какое-то познание. Научно, как кардинально от этих способов познания отличается? В науке есть несколько критериев. Первый это критерии фальсифицируемости, что научная гипотеза и теория должна быть принципиально опровержима. Может предложить такую проверку, которая можно сходить с этим коллайдером. И при этом не просто сходить к этому коллайдеру, а коллайдер может показать оба результата. Что это идея адекватная. Я просто хочу обобщить вопрос. Мне кажется, я вас понял. Являются ли гуманитарные науки науками? Какие-то, да. История, литература, ведение, филатология. Я думаю, с историей вообще очень просто. С историей нельзя сходить коллайдером. Нет. С историей может. Можно казаться, например, что у вас есть какой-то источник, который вы думали, на основу которого вы уже что-то построили. Оказалось, что датировка была неправильная. Сделали радиоуглеродный анализ. Оказалось, что это источник современный. И все, вся ваша теория полетела в пух и прах. У нас нет такого, что, типа, был ли, был ли, подменили Петра или не подменили Петра. А это, типа, хочу-верю, хочу-не верю. Как проверить. Есть способы к этому проверить. Я не историк, но как-то это проверяется. Просто ты говорил о естественном научном знании. Я не... О противоестественных науках. Вот к теологии у меня есть вопросы, потому что теология, она берет как бы за данные, за аксиому, она берет существование некой высшей силы и, более того, ладно, высшей силы, но еще и обычная теология, она конфессиональна, и поэтому она берет некий текст и приписывает этому тексту божественное происхождение, причем произвольным образом выделяет этот текст от других текстов, которые тоже можно было бы. Вот. И в этом смысле есть религиоведение, которая реальная наука, потому что есть предмет исследований, религия существует, можно легко продемонстрировать, что они существуют, и можно проверить исследование о том, например, почему там одна религия больше отзывается у людей, чем у другая, сравнивать религии и так далее, вот, в рамках изучать происхождение религии и так далее, а с теологией так не получится. У меня есть видео на канале, кстати, да, про научность теологии. Подписывайтесь на канал, Саша. Да, пожалуйста. У меня вопрос. Вот вы говорили о критическом мышлении. Вообще, вот, если человек умеет размышлять, да, и мыслить, это достаточно, или все-таки критическое мышление вы считаете самополагающим и нужным человеком? Ну, достаточным для чего? То есть, можно жить и без критического мышления, если что, да, то есть, можно жить даже счастливо и хорошо в некоторых случаях. В некоторых случаях это может стать угрозой жизни, отсутствие критического мышления. Можно столкнуться с какой-то ситуацией, в которой, ну, там, опять же, да, человек решит, что при аккологическом заболевании нужно с содой лечиться, и это может привести к концу его жизни. Но у кого-то есть мышление? Ну, мышление у всех есть. Да. Но у кого-то кто-то верит в любую юндуо, а кто-то чуть меньше. Вот. И кто-то... Все равно в количестве утверждений, которые мы подвергаем сомнений. Можно сказать, что это типа некачественная количественная штука, что у кого-то из ста гипотез 99 ложная, у кого-то две. А мы говорили о критическом мышлении или все-таки о рациональном? Это... Я понимаю, что разница в общей тонкой, но... Критическое мышление это про сомнение. Это про сомнение. Рациональное это про то, что мы в принципе... Рациональное это некоторые законы, по которым движется мысль. Да. мы используем логику, мы используем, да. Но они, кстати, взаимосвязаны в каком-то смысле, потому что, во-первых, сложно пользоваться критическим, не владея рациональным, а во-вторых, рациональное подталкивает критическому. Поэтому... Окей. А критик... Про название просто вопроса. Критическое почитание на вас дает вразделенная или приобретленная штука? Можно ли научить критические мысли? Научить можно в некоторой степени, потому что были даже экспериментальные проверки, где часть людей, допустим, информировали и наглядно демонстрировали им, допустим, какую-нибудь рогнитивную ошибку, распространенную, какую-то ошибку мышления, другим ее не демонстрировали, а потом отправляли их участвовать в неком познавательном процессе. И в процессе этого познавательного процесса первые люди совершали меньше ошибок. Вот. И более точно и быстрее и более надежно приходили к правильному выводу. Знаете, очень интересный момент, что когда мы говорим про познание Вселенной, понятно, что сложно сказать, выработать эталон мышления, потому что как оно на самом деле может быть предметом споров. А можно создавать контролируемые условия обучения, когда мы делаем такую задачку, которую мы знаем, правильный ответ, мы знаем, мы делаем виртуальный мир, ну, на бумаге, и мы знаем, как он устроен, мы знаем, по каким законам он оперирует. И тогда мы можем сравнивать, какие люди придут к правильному ответу про то, как этот мир работает, про это мы все знаем, а кто придет к ошибочным выводам относительно этого мира. И тоже будет забавное исследование, что опять же, есть люди, которые верят в рабашку, условно говоря, они не только окружающий мир, мы предполагаем, хуже познали, но и симулированный мир, в котором нужно произвести какие-то закономерности, там тоже напридумывают закономерности, которых на самом деле там нет, и не найдут те, которые там на самом деле есть. Да, давайте. У меня вопрос в 2006, Татьяна, точнее, это не вопрос. С начала войны из России большой отток ученых, огромный. Кроме того, ввиду санкций, нет возможности использования многих современных технологий, которые используются в исследованиях, различных исследований космоса, в исследованиях физики, физиологии человека в том числе. Вопрос такой, какой ты можешь ждать прогноз российской науке, если война эта будет продолжаться еще очень долго, поскольку не будет такой возможности у российских ученых прогрессировать так, как это могло быть. Может ли существовать наука в изоляции и как долго она может принести? Из-за беззнания и есть ли эта изоляция сейчас? Прости, что я немножко... Помимо того, что вы описали, у нас еще есть куча истории уголовных дел против ученых, выставленных испариться. У нас есть истории вроде того, что в моем институте, где поменяли лояльность на... Ну, точнее, вы поняли. Уволили, например, Михаила Гефанда, который сам отстегнул в ученом институте, потому что ему не нравилась деятельность дирекции, которая уволила уже кучу сотрудников очень компетентных, очень гамотных. То есть, опять же, даже в тех научных институтах России, в которых всегда все было очень хорошо, возникают серьезные проблемы. И лучшие ученые увольняются, и им на место ищут людей, которые будут просто, ну, функцией, имитировать какую-то деятельность, зато будут лояльны. Вот. И, как бы, я далек от того, чтобы сказать, что все, типа, в России наука закончится. Нет, где-то, конечно, это будет существовать, жить, пробиваться, но то, что на многие годы отставание будет, то, что мы будем, то, что Россию откатит. Как с генетикой совести. Ну, да, да, то, что мы, потому что там же очень, очень много вещей, институт может возникать научно десятилетиями, там складываются определенные отношения между людьми, образуются сильные научные группы, которые с важным образом работают и адекватно взаимодействуют с администрацией. Вы это разрушаете, чтобы это построить заново, количество усилий, которые нужно приложить, оно колоссальное, количество денег, которые придется потратить на то, чтобы людей потом собрать, убедить их, что им нужно снова вместе работать и найти адекватные замены колоссальные. Второе, это не просто уезжают ученые, а, по сути, разваливаются целые научные школы. ученые, даже те ученые, которые не производят в моменте ничего практически значимого, а делают какие-то исследования в области фундаментальной науки, они делают как минимум одну принципиально важную вещь. Они тем методом, которым они владеют, есть у вас специалист по генной инженерии, и вот он ставит опыты на дрожжах, и все такие типа, ну, что там опыт на дрожжах. А он обучает целое поколение молодых студентов-аспирантов, которые владеют кучей важных, полезных методов. И если этих ученых всех вывезти за границу, если они там посадить их всех или еще что-нибудь, отобрать у них зарплату, лишить их работы, то в какой-то момент выясняется, о, а нам нужен специалист, который хорошо владеет генной инженерии дрожжей, потому что мы тут придумали прикольную идею, как-то нам сделать там светящееся пиво. И где нам такого найти? А у нас такого нет. Ни одного. А если бы мы сохранили эту научную школу, у нас таких были бы сотни, потому что те бы обучили еще кого-нибудь, ну, знание это оно передается, вот, и поэтому это отставание, которое оно степело лагом, мы еще в будущем еще сильнее почувствуем те изменения, которые уже были сегодня, вот, потому что мы еще не успели даже осознать, да, насколько это было. Я, простишь, я вклиниваюсь, но мне кажется, что дело гораздо хуже сейчас, чем в Советском Союзе, потому что там не трогали физику, например, да, потому что оружие, потом, понятно, вот, сейчас трогают всех, поэтому... под физиологией занимается изучением и лечением альцгеймера, и сейчас он сталкивается с теми проблемами, с теми, что он может продолжать свою научную деятельность. И еще очень важный доступ к информации, доступ к научным публикациям, обмен, обмен, потому что сейчас за обмен информации можно получить реальные сроки. с обменом, наверное, ситуация не так ужасна, потому что в конце концов почти вся адекватная наука, она публикуется на английском языке, и доступ к этим публикациям так или иначе получить можно, то есть, в принципе, любой российский ученый может знать любое исследование, сделанное на Западе, и наоборот. Ну, есть некоторые там шероховатости, которые появились, но они, в принципе, не очень существенные. Вот те вещи, которые я озвучил, мне не кажется, гораздо более принципиальными. Давайте два последних вопроса. Как раз в контексте актуальной ситуации. Советское образование, что в поддержке советского образования самое лучшее, одним самым лучшее, при том искусственности информации, которая была просто фильтрована, да, что-то на меня, общее образование. Сейчас, насколько я понимаю, количество информации просто бесконечно, потому что интернет в России не закрыть, то есть, можно обучаться самому качеству образования, я так думаю, что выросло, но тем не менее, вот эта агрессия, которая в народных массах, она почему-то, учитывая все эти факторы, доминирует, то есть, появляются какие-то совершенные образования, каких-то там фондов, движений за Путина и прочее, чем люди, которые выросли из каких-то институтов, школ и прочего. как можно объяснить этот феномен, между тем, что в советские времена притом качество образования более-менее агрессивны, а сейчас наоборот, притом, мир открыт, и вроде даже границы не закрыты, но ведут себя этот патриотизм и проще. Ну, я думаю, это немножко в разных плоскостях находится агрессия, образование, это не обязательно связанные вещи. Ну, и на самом деле по поводу качества образования, ну, мы знаем, что это не только Кашпировского, точнее, верили очень массово люди, вот, но и другие странные вещи. И я думаю, что там проблема заключается в том, что хотя действительно было большое достижение в плане дать всем людям грамотность, научить всех людей читать, читать книжки или математики базовые, еще чего-нибудь, но вообще образование часто строилось на том, что людям сообщают какие-то факты в духе, вот, вертикально, да, что вот так же, как, по сути, так же сообщение о научных фактах, оно выглядело так же, как сообщение, я не знаю, программы партии. Да, партия постановила и тоже ученые показали. А самое-то главное, вообще-то, для того, чтобы быть защищенным от всякого макобесия, это умение задумываться о том, правильно ли мы думаем, умение понимать, как было добыто то или иное знание, и вот эти аспекты, но в силу того, что, опять же, ты это не контролируешь, да, то есть пропагану ты контролируешь, когда ты сообщаешь факты, ты контролируешь эти факты, а если человеку, человека научил думать, дальше, что он будет думать, это уже ты не контролируешь. Вот, и с этим, по-видимому, были чуть более осторожны, и в целом достаточно сильно был, поощрялся такой вот конформизм. А сейчас? Ну и сейчас тоже самое. Я воспользуюсь положением, вклиниюсь и отвечу коротко на ваш вопрос, как человек, прошедший не только через школу, институты и прочее, но и как человек с педагогическим образованием. Утверждение, что в России и в Советском Союзе было лучшее в мире образование, это пропагандистская ложь. Не спорю. Ничего, это было неправдно. Сейчас при наличии информации бесконечной люди ведут себя как вот... Ну, потому что поколениями не научили их думать ровно о том, о чем Александр говорит. Вот. Очень плохое было образование. Не, не, я не спорю. Да. Нет, вот... Да, да, да. Я хотел спросить, что вернусь от гомеопатии. Вот, возможно, вы знаете, что в Германии гомеопатия как бы легальная. Здесь много врачей протекут гомеопатии. Более того, лекарства гомеопатические, лекарства покрываются страховкой, то есть их много точных, бесплатных получить. Вот. И существует такой момент, что, как бы, ну да, это не работает, но есть большое количество очень тревожных пациентов, которые больше нагрузки создают на сцене мировой корыни, когда они входят к врачам и просят их лечить, чем если врач прописывает заверный работающий перфоракт или подприниматель плод, там, физически, и все равно все будет хорошо. Это может быть каким-то прагматическим подходом к гомеопатии, или все-таки это все равно бедно? Ну, я знаком с такой позицией, конечно, эта позиция лучше, чем позиция гомеопатии работы, потому что она эффективна, да, и, но у меня она вызывает все равно большое отторжение по нескольким причинам. Первое, это то, что вот человек, он, может быть, вначале был тревожный, и он пошел лечить себе гомеопатией несуществующие заболевания, потом ему поставили серьезный диагноз, и он снова пошел лечить его гомеопатией. То есть, такие отсроченные последствия, второе, это то, что получается, что мы за других людей решаем, что им лучше. То есть, мы предполагаем, что можно человеку соврать, потому что мы думаем, ну, об эффективности препарата, потому что мы думаем, что так ему будет лучше. Мне кажется, что это достаточно, ну, что такое мышление, оно может повести покатным, таким путем к, ну, к оправданию вранья о многих других областях. Вот. И на самом деле вокруг гомеопатии же существует достаточно большая индустрия, которая на этом зарабатывает. Вот. И как бы все эти вот оправдания, они на самом деле имеют воплощение в виде коммерческого успеха, по мне, конкретных бенефициаров, которые лоббируют, собственно, такие законы, они продвигают, рекламируют свою продукцию, они занимаются дезинформированием населения, ну, и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, что не стоит никогда никому назначать гомеопатию, даже если мы просто хотим снять тревогу. А если нужен компромиссный вариант, то хотя бы не целую систему всей научной медицины, а просто, не знаю, глицин. Вот. Тоже, как бы, с эффектом плацебо, по крайней мере, вокруг этого, ну, вряд ли кому-то придет в голову потом глицином лечить рак. Хотя, если тоже, тоже к этому глицину в этом контексте будут вопросы, но их будет сильно меньше. Все? Или еще последний? Все, самое последнее. Просто, по скриптам. Александр Ильич, у меня есть небольшой вопрос. А неправильно рассмотреть на достижения науки Германии в 39-45-х годах для того, чтобы оценивать то, что в другой стране сейчас может случиться? Ну, в принципе, у нас есть некоторые исходные вещи. Отток ученых, снижение, ну, называние оценивания человеческой жизни как нищициного, как западных ценностей, что это чуждо. Ну, то есть, люди снимают с себя этические барьеры на пути каких-то там экспериментов. Не может ли полное игнорирование интеллектуальной собственности, например, то есть, доступ к продуктам интеллектуальной собственности? Не может ли здесь быть какие-то такие очки роста и нет ли смысла смотреть на то, что было сделано в Германии в 39-45-х, чтобы смотреть на то, что будет с наукой или там, что происходит с наукой? У меня есть в виду положительную сторону или относительную сторону? То есть, там... Я имею в виду, что вред... У меня есть сомнения по поводу того, что с наукой все будет совсем плохо и никаких серьезных этих достижений нам ожидать не стоит. Может быть, достижения серьезные можно ожидать, но просто несколько... Ну, для нас неприемлемо там, но... я понял, что если наука будет, она просто будет неэтичной. Мне кажется, что сильно вообще изменилась наука с тех пор вообще в принципе и наука сейчас без открытости, без коллаборации между специалистами плохо реализуема как программа. И, конечно, да, когда я говорю про крах науки, я, наверное, больше всего имею в виду крах фундаментальной науки, крах научных школ и так далее. Наверное, в каких-то отдельных областях, вроде там, ракетстроения, там, я не знаю, еще где-то, куда они вбухают огромное количество денег, может быть, у них что-то получится, может быть, там, не знаю, в сельском хозяйстве они что-нибудь новое придумывают. Вот. Можно здесь такой, может, они, наконец, там, не знаю, одумаются, там, ГМО разрешат. Вот. И сделают. Это уже запретили? Ну, в России запрещено. Запрещено, да. Да и ладно. Ну, запрещено выращивание. Продавать в магазинах можно. Я не знал. То есть, я к тому, что можно, конечно, себе представить, что в какой-то одной конкретной области, прикладной, внезапно случится, они на нее посмотрят, прожектор вот. Но это будет такая, знаете, ошибка выжившего, да. То есть, да, мы будем говорить, о, да, это крутое изобретение, но это будет в таком выжженном поле. Ну, это мое мнение. Это такое перепрофилирование науки, да, в сторону типа практических результатов, оно, в принципе, ну, возможно. Но проблема в том, что такое перепрофилирование, оно также может пройти еще и ровное количество псевдонауки. что-то тоже, очень забавно, например, когда, ну, все слышали там про опыта доктора Менгеля, да, и обычно все говорят в контексте, что, мол, ну, вот, делал науку, правда, очень этически спорно, потому что делал очень жестокий эксперимент на людях. Вот ирония заключается в том, что, и то, что делал доктор Менгеля, оно было одинаково античеловечественно, как и псевдонаучно. То есть, вообще-то, нарушение этики базовой и научной этики, да, научной методологии, они очень часто, не всегда, но очень часто они идут, как бы, нога в ногу, они идут вместе, потому что, если человеку плевать на человеческую жизнь, то ему плевать на то, что он сфальсифицировал какую-нибудь там диссертацию написал Липовую, ему плевать на то, что там он контрольную группу не, ну, реально, серьезно, думаешь, человек, который, ну, я утриваю, ест детей, да, сидит и переживает, о, боже мой, коллеги узнают, что я тут дорисовал график. Ну, какой ужас, вот это мне не простят, ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Вот, вкусные дети. Вот, нет, оно так не работает, и в итоге, да, даже если где-то случайно какой-то порыв будет, рядом с ним вырос лес вот этой вот страшной, ненужной псевдонауке, я не утверждаю, что кто-то там будет есть детей, там появится новый доктор Менгель, но я к тому, что псевдонаука будет процветать, это очень богодатная почва для процветания псевдонауки, потому что ты можешь получить автоматическое преимущество, есть вот эти ученые, которые занимаются наукой и не воспаляют партию, а есть ученые, которые занимаются псевдонаукой и восхваляют партию, кто из них получит научный грант в неадекватном обществе, ну, то есть, опять же, лояльность оказывается важнее реальных научных достижений, да, и вот тут и возникает серьезная проблема для науки, серьезный вызов. Спасибо. Спасибо. Мы все можем пообщаться, уже неформально общаться. Спасибо. Спасибо.